Если вы полны оптимизма, а уверенность в вашей жизненной кредо, добро пожаловать в мир гармонии и хорошего настроения, программа «Дея Дворцова» и я, Катерина Селякова, рада приветствовать вас, как всегда, на Первом муниципальном телеканале. Смотрите сегодня вместе с нами. Интерьер «Разум и чувства» от Тимофея Щербатых и Максима Апочанова. Реализация проекта. Мастер Юрий Полозов. Компания Владана. Современный взгляд на дерево в интерьере. Компания «Агюст». Изделия из мрамора. Индивидуальность, изысканность и природность интерьера. Текстильное оформление интерьера «Алпатова Алла». Рубрика «3D-графика». Мастерство дизайнера плюс технологии настоящего. Делаем ремонт под ключ с программой «Деви Дворцов». Для любого дизайнера воплотить задуманный им интерьер в жизнь вовсе не мечта, а скорее приоритетная цель. И как здорово получается, когда желания могут совпадать с возможностями. Наш следующий интерьер именно такой случай. Смотрим. Интерьер выполнили архитектор Максим Апачанов и дизайнер Тимофей Щербатов. Данный проект максимально близко воплощен в жизнь. Дизайнеры прислушивались к пожеланиям хозяйки. Все, что связано с деревом в этом интерьере – дело рук мастера Юрия Полозова и компании «Влада». Юрий является нашим давним партнером. Все свои заказы Юрий выполняет очень тонко, сочетая работу на станке с программным управлением с ручной работой. Начинали, наверное, с того, что выслушали пожелания хозяйки с хозяином. Сделали наброски, нарисовали картинку, подтвердили дизайн. Приступили к работе. Вся мебель нашего производства, довольно все оригинально получилось. Если сказать о кухне, австрийское ДСП, это за основу все корпуса из него, фасады МДФные, снизу экзотический шпон зебрана, вот глянцевый, сверху получились скрашенные фасады белого цвета. Наполнение «Блюм» Австрия, вот все ящики. Каменная солежница с искусственного камня, глянцевая. Каменная мойка фирмы «Бланка» Германия. Подобрали по цвету кран. В целом, островок выполнен так, чтобы быть максимально функциональным со стороны кухни, а со стороны гостиной органично вписываться в зону отдыха. Балкон присоединен к общему пространству кухни. Камин, представленный в зале, производства компании «Агюст». Поверхность выполнена из натурального дерева породы ясеня. Внутри камина глицован черным натуральным мрамором «Бедессар». Этот мрамор, привезенный из Индии, является довольно редким из-за своей характерной древесной структуры. Нелегко дается и процесс установки такого камина. Его не только нужно очень бережно установить, а также точно состыковать. Медленный подъем такой мраморной плиты гарантирует то, что она не треснет при подъеме. Камин, как любой хорошо подобранный аксессуар, отлично гармонирует с интерьером. Переходную зону между кухней и гостиной разделяет и тем самым украшает мраморный портал. Мрамор на полу также индийский «Бедессар», но уже другого оттенка. Шик, природность и элегантность. Большой золотисто-песочный угловой диван с округлыми мягкими формами подойдет для просмотра телевизора. Он придает уют помещению, находящемуся в контрасте светлых стен, выполненных от очента и темного потолка. Шторы в зале из декоративной ткани. Эта ткань удобна в эксплуатации, имеет большую палитру цветов, что позволяет удачно сыграть в интерьере. Обычная деликатная стирка не составит для нее проблем, что является дополнительным плюсом. Большую роль в интерьере играют деревянные элементы, ведь дерево рождает ассоциации с теплотой, богатством, благородством и надежностью. Если сказать о дверях, оригинальная форма дверей, по желаниям заказчика было использовать черный глянец стекла. Это добились тем, что поклеили американскую пленку, которая не царапается. Фурнитура, магнитный замок, который позволяет закрытие и открытие полотна бесшумно. Тут наши дизайнеры нарисовали довольно изящную резную раму, которую мы выполнили с точностью. Из натурального дерева, покрыли черным глянцевым лаком. Получилось довольно изящное обрамление киви-группы. Резьба выполнена на итальянском оборудовании. Все это было прорисовано. Рисунок сделана программа, только потом выполнил само изменение. Спальня выдержана в общей теме интерьера. Она выполнена в сочетании темно-серой и серебристой покраски, а также темно-бронзовых обоих. Имитирующую кожу ящерицы. Широкая кровать из глянцевой кожи с инкрустацией Сваровский расположена нестандартно. Однако дизайнеры отдают предпочтение неординатным решениям. Тем более, что этот шаг обоснован с точки зрения эргономики. Сзади меня шкаф-купе, с виду обычный, но так как мы его взяли в глянцевую большую раму, получилось довольно оригинально. Наполнение австрийской ДСП, развяжная система фирмы Браун. Глянцевый комод со стеклополками. То же самое в большой глянцевой раме, как будто висит в воздухе, вот, что придает легкость ему. Шторы в спальне подбирались в тонной краске стен. Они выполнены из стальной тофты с блеском на подкладке. Использование подкладки всегда придает законченный вид шторм. В результате чего они выглядят более шикарно и стильно. Ванная также идет в контрасте темного и светлого. Плитка здесь придает фактурности помещению. Глянцевый натяжной потолок со светильниками, которые выложены в созвездии. Удобный глянцевый умывальник хорошо вписывается в общий декор. Коридор выполнен в той же цветовой гамме. Это объединяет интерьер в одно целое, делая его законченным произведением. Говоря о прихожей, нужно сказать о комоде, которые строены в нишу. Материал крашеный МДФ, столешница полуматовая, фасады глянцевые. Пять огромных зеркал. Два зеркала из них это фасадный, или проще сказать угол 45 градусов. По периметру глянцевая рама, что придает оригинальность этому проекту. Надо сказать, что все, что дизайнеры нарисовали на картинке, и мы предлагали хозяину, максимально точно все выполнили, воплотили в жизнь. Сопоставляя фотографии с определенной точки, можно найти точность работы на 100%. Вот такая идея дизайна современного интерьера, воплощенная в жизнь. Пожалуй, это лучшее доказательство того, что декоры, подобно этому, могут стать частью и вашей жизни. Как можно заранее увидеть, какое впечатление будет производить интерьер? Как будет работать выбранная модель освещения? Как будет располагаться мебель и предметы интерьера? Наши талантливые дизайнеры покажут вам примеры ответов на эти вопросы в рубрике 3D-графика. Дизайн однокомнатной квартиры представляет Дмитрий Новиков. Дмитрий закончил Макеевский инженерно-строительный институт. Невзирая на свою молодость, за его плечами достаточный опыт в реализации как общественных, так и частных интерьеров. На этот раз перед нами квартира свободной планировки. Особенность квартиры заключалась в том, что было необходимо найти нестандартное планировочное решение, так как в квартире всего два окна. Если отвезти на каждую комнату по окошку, то или зал с кухней будут маленькие, или спальня останется без окна. Исходя из этого, было принято решение спальню спланировать с радиусными прозрачными конструкциями, что позволит естественному освещению проникать в спальню. Это и явилось отправной точкой в планировке квартиры. А гостиную объединили с кухней, сделав единое светлое свободное пространство. В спальне интересный круговой потолок в сочетании гипсокартонных конструкций и натяжного потолка с встроенными светильниками. Четко решенные и эффективно спланированные эргономичные решения. Шкафы для вещей, кровать с декоративной подсветкой, мягкие и приятные тона в комнате и контрастно выделенная цветом группа ТВ. Пространство в спальне не кажется тесным, благодаря пространству гостиной за стеклянными дверями. Гардероб спрятан за системой раздвижных дверей. С учетом пожеланий заказчиков, пространство кухни и гостиной невероятно легкое и уютное. Жизненное салатневое пространство дополняет лимонная кухня. Белый глянцевый натяжной потолок расширяет пространство, что очень важно для этого интерьера и придает ему еще большую легкость и свежесть. Зону кухни и гостиной разделяет небольшая барная стоечка с интересным округлым вырезом и маленьким столиком. Который поддерживается в интерьере круглыми геометрическими светильниками. Белые кожаные диваны гостины и практичны за счет кожи, и как будто растворяются в пространстве, не утяжеляя его за счет белого цвета. Последняя свежая нота этого интерьера – это пространство ванной комнаты, решенное в голубых тонах с сочетанием белой и голубой плитки и голубой мазайки. На нашей памяти это не первое удачное решение для однокомнатной квартиры, сделанное и спроектированное Дмитрием Новиковым. Так что, если вы оказались в затруднительном положении с планировкой или дизайном квартиры, звоните. Как дизайнеру убедить заказчика, что предлагаемое в дизайн-проекте решение наилучшее? Как заказчику понять, что же он хочет на самом деле, и не будет ли он разочарован в принятом решении? Разумный подход – предварительная визуализация проектных решений в будущем интерьере. Безграничная фантазия дизайнера позволяет творить все новые и новые интерьеры. Проект представила Елена Богач, дизайн-студия «Фортиссимо». Идеальные образцы и эталоны античного искусства всегда вдохновляли дизайнеров. Этот интерьер выполнен с элементами классики. Выбрана мягкая цветовая гамма, доминируют белоснежные и светлые кремовые тона. Первое, что поражает при входе в холл квартиры – это натуральная во всю величину стен картина. Изображенный пейзаж выглядит настолько реалистично, что невольно появляется ощущение свободы и невесомости. Следующий, не менее красивый и приятный сюрприз – витражи. Изображенные причудливые цветы украшают интерьер и радуют глаз, одновременно расширяя пространство. Высокий белоснежный потолок опять же добавляет помещению пространство. Декоративный букет, зеркало, обрамленное белой рамой, дверные проемы в виде арок, декоративные колонны – все выдержано в едином стиле и отлично гармонирует между собой. Гостиная комната порадует как их хозяев, так и их друзей. На светло-мягком диване с множеством подушек, не менее мягких, можно уютно разместиться и провести ненавязчивую беседу. А холодным осенним вечером можно погреться у камина, отделанного мрамором. Большое окно украшено портьерами сложной изящной формы, с благородными складками и драпировкой. Двухуровневый глянцевый потолок, словно кружевное полотно, украшен резными цветами и добавляет пространству легкости и блеска. Представители современных технологий, плазма и DVD, нашли свое место в интерьере. А шкафчик с фарфоровой посудой отлично ее дополнил. И даже двери здесь являются собой произведение искусства. Питражное мастерство никого не оставит равнодушным. Пальня. Уютная и расслабляющая. Большая королевская кровать. Так и манит отдохнуть от ежедневной погони за временем и посмотреть несколько сладких снов. Большой резной шкаф и туалетный столик выполнены из благородных пород дерева, что гармонируется светлыми стенами и постельного цвета шелковыми шторами. Здесь сохраняются главные черты классического стиля – благородство, сдержанность, гармония и хороший вкус. В детской комнате дизайнеры создали новый высокотехнологичный интерьер, где сохранили основные черты классического стиля. Органично сочетаются с новыми формами и материалами. Натуральный цвет благородного дерева, традиционного для классики, сочетается с блеском стекла и металла в его современных элементах. Натяжной потолок делает комнату практически вдвое выше, а своеобразная картина находит свое отражение в аналогичном рисунке на шкафу. Достаточно строгая мебель и простой текстиль, светлые стены и паркетный пол – все выглядит изящно и подчеркивает респектабельность владельцев квартиры. Вы до сих пор думаете, что ремонт невозможно закончить? Девять дворцов! Мы докажем вам обратное! Высококлассный дизайн вместо красивых картинок, стиль вместо безвкусицы, понимание вместо пререканий, авторский контроль вместо недобросовестной работы, объект под ключ, вместо не успеваем срок. И, кстати, наши цены уже давно дружат с качеством. Девять дворцов! Меняйте взгляды на ремонт! Каждое мгновение приносит нам радость и то особое ощущение легкости, которое позволяет без сожаления расстаться с прошедшим днем и уверенно встречать новый. Вот и все на сегодня. С вами была программа Дея Дворцу. Смотрите нас каждый четверг, субботу и понедельник. До новых встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова